Почему нельзя убивать пауков в доме? В древние времена было принято почитать членистоногих за их помощь человечеству. Существует масса легенд, связанных с пауками. Одна из них гласит, что именно при помощи пауков удалось спасти одного из правительцев и распространителей христианства. Почему нельзя убивать пауков в доме, правда до конца неизвестно, это был Моисей или Иисус. Согласно этой легенде, человека, который был Мессией, искали власти, но не смогли найти. Провидец укрылся в пещере с пауками. Представители власти и солдаты не стали проверять пещеры, так как посчитали, что обычный человек из-за наличия паутины и большого количество пауков не сможет там прятаться. Таким образом, пауки спасли жизнь человеку. В древние времена пауки, а также паутина часто использовались шаманами, народными целителями для излечения большого количества болезней. В состав некоторых снадобий входила паутина. Раньше верили, что именно она отличается лечебными свойствами. Однако, благодаря современным исследованиям удалось выяснить, что паутина практически на 90% состоит из белка. Соответственно, никаких лечебных свойств у нее нет. Убивать ли паука в квартире Не стоит игнорировать тот факт, что большая часть пауков ядовиты, поэтому их яд успешно использовался для лечения многих недугов. Это неоспоримый факт, который известен в наше время, несмотря на то, что фармацевты вышли на новый уровень, изготавливая известные лекарства из трав или синтетических составляющих. Убивать ли паука в квартире Многие считают, что у них в доме нет пауков, однако на самом деле это не так. Во всех домах есть пауки, но многие из них прячутся, скрываясь от владельцев жилья. Они могут прятаться в укромных уголках под кроватью, в местах, в которые редко заглядывает человек. Кроме примет существуют и другие причины, по которым не стоит уничтожать членистоногих. Это важный член экосистемы, который является хищником. Большую часть времени они занимаются тем, что плетут паутину. В нее очень часто попадают муравьи, комары и прочие переносчики тяжелых заболеваний. Существуют в домашних условиях пауки, которые охотятся на москитов. Благодаря этому, жилье очищается от вредных насекомых, которые могут стать причиной развития болезни у человека. Именно по этим причинам не стоит убивать членистоногих. Почему нельзя убивать пауков? Конечно, не стоит убирать со счетов такую особенность некоторых людей, как арахнофобия. Это боязнь пауков. Такие люди не переносят пауков, боятся их, поэтому стараются всячески избавить свой дом от членистоногих. Однако для этих целей не обязательно их убивать. Достаточно поместить паука в спичечную коробку и вынести на улицу. Таким образом, в выигрыш останется как владелец жилья, так и паук. Почему нельзя убивать пауков? Примета, с пауками связано много примет. Если паук плетет паутину в новом жилье после новоселья, это суледостаток, также удачу. Биоэнергетики, а также эзотерики считают, что пауки при помощи своей паутины притягивают положительную энергию. Это своего рода сети, которые поглощают весь позитив и приятные эмоции. Таким образом, хорошая положительная энергетика в доме будет разрастаться и увеличиваться именно благодаря паутине. Конечно, не стоит запускать жилье и добиваться, чтобы с потолка свисали ленты паутины. Почему нельзя убивать пауков на одежде, стряхивать их приметы? Если паук спустился по паутине на голову или одежду человека, его ожидает сюрприз – улучшение материального положения. Поэтому, если вы у себя на теле заметили небольшого паучка, убивать его не стоит. Почему нельзя убивать пауков на одежде, стряхивать их приметы? Аккуратно спустите его на землю и отпустите на волю. В будущем ожидаете улучшения материального положения или премии от руководства. Помните, если вы прихлопните паучка, о пополнении семейного бюджета стоит забыть. Чем меньше паук, тем больше несчастья он может принести в случае его гибели и убийства. Существует масса примет, которая связана с убийством пауков. Если случайно смахнуть паука с себя и бросить его на землю, он может умереть. В таком случае вас ждут мелкие неприятности, сплетни или нестыковки со своими родственниками. Возможно, появятся какие-то размолвки. Убила огромного паука, что делать? Во время убийства пауков необходимо учитывать время. Если вы случайно прихлопнули паука утром, вас ждут неприятности в семье и разговоры с родственниками. Скорее всего, это будут мелкие ссоры, размолвки. Убила огромного паука, если же вы уничтожили члениста ногого вечером или на ночь глядя, это сулит неприятности в финансах. Ждите ухудшения материального положения. Чтобы сгладить подобные приметы, необходимо аккуратно убрать паука и вынести его за порог. Ни в коем случае нельзя мертвой члениста ногой оставлять у себя в доме. Конечно, таким образом не удастся избавиться от неприятностей, но можно их сгладить, сделав менее существенными. Пауки являются важными членами экосистемы. В некоторых странах они регулируют популяции вредителей и насекомых, приносящих болезни. Что значит убить большого паука во сне? Если паук бежит к вам навстречу и вы его прихлопните, то не получите полезных советов и хороших новостей. Возможно, рекомендации какого-то человека помогли бы стать богаче или найти хорошую работу. Таким образом, вы перекрываете энергетический поток хорошей энергии. Если вы прихлопните паука при помощи тап или газеты, не узнаете о приятной, хорошей новости. Она также может помочь вам обогатиться. Что значит убить большого паука во сне? Если во сне вы прихлопнули большого паука, который сидит на паутине, ожидаете предательства со стороны коллег по работе или сотрудников. Возможно, вас ожидают сплетни и неприятности на работе. Кто-то пытается занять ваше место или должность. Если вы прихлопнули во сне маленького паучка, вас ожидают мелкие неприятности, размолвки и сплетни. Убить паука, который находится на паутине вместе с яйцами, означает перекрыть энергетический поток, ухудшить финансовое положение. Почему нельзя убивать домашних пауков черных, светлых? Если вы увидели паука утром, вас ждут хорошие новости. Если паучок спускается на уровне глаз, днем за вами будут пристально следить сотрудники. Не забывайте смотреть по сторонам и постарайтесь не провоцировать других людей. Возможно, они собирают компромат. Почему нельзя убивать домашних пауков черных, светлых паучок? В вечернее время сулит приятный вечер, отличное проведение времени. Скорее всего, он предвещает свидание, новые знакомства. Однако, если вы встретили паучка в уночь, будьте осторожны, возможно, ухудшится финансовое положение. К хорошим новостям паучки с белым брюшком. Если члениста ноги и с черным брюшком, необходимо насторожиться. Обратите внимание, если паучок находится в ванной, самое время распрощаться с хламом и провести генеральную уборку. Если черный паучок сплел паутину над супружеским ложем, ожидайте измены. Возможно, ваша вторая половинка устраивает развлечения на стороне. Если черный паук завелся под кроватью, обязательно контролируются свои мысли. Возможно, они направлены на ненужные события. Постарайтесь не думать о плохом. Это приведет к депрессии. Почему нельзя убивать пауков в квартире приметы? Почему нельзя убивать пауков в квартире приметы? Считается, если в квартире ужасная энергетика, пауки в ней не заведутся. Однако уничтожать пауков не стоит. Во время уборки аккуратно снимите паутину с потолков углов, а паука выпустите на улицу. Со временем, в любом, даже в очень чистом жилье, заведутся паучки. Если вы хотите узнать, сбудется ли ваше желание, можете об этом спросить у паучка. Для этих целей необходимо загадать желанием и посмотреть, как ведет себя паук. Если он ползет вверх, значит желание сбудется, если направляется вниз. К сожалению, придется поработать для осуществления желания и мечты. Почему нельзя убивать пауков на работе, в офисе? Пауки могут жить не только в доме, но и на работе. Не всегда членистоноги говорят о чем-то плохом. Они могут являться предвестниками хороших событий. Почему нельзя убивать пауков на работе, в офисе? Если вы запускаете новый бизнес-проект, заметили паучка, который ползет вверх-то? Необходимо ждать повышения, улучшения материального положения. Если паучок упал на рабочий стол, ждите важного письма или новостей. Если паук упал неожиданно на вашу одежду, ждите улучшения материального положения. Возможно, вам выпишут премию. Почему нельзя убивать пауков в исламе? В исламе есть несколько животных, которых разрешено убивать. В частности, тех, кто портит дом, одежду и приносит несчастье. Почему нельзя убивать пауков в исламе? Среди них следует выделить коршунов, воронов, летучих мышей. Соответственно, пауки не относятся к живым организмам, которых можно убивать. У многих верующих возникает вопрос, можно ли снимать паутину со стен дома. Паутина пачкает стены дома, делает их непригодными. Все, что пачкает дом, загрязняет его, необходимо убирать, очищать. Разрешено убивать пауков, если они селятся в одежде или в шкафах. Точно так же к паукам относятся и православные. Действительно, если пауки мешают, пугают детей, их нежелательно убивать. Необходимо снять вместе с паутиной, поместить в коробку и вынести во двор. Однако, если вы случайно убили паука, ничего страшного не случится. Согласно Святому Писанию, убивать живых существ нельзя, в том числе и пауков. Однако это всего лишь паук. Несмотря на наличие легенды о спасении Иисуса пауками, в Библии такой информации нет. Священнослужители опровергают такую информацию, считая ее приметами, суевериями. Много статей о пауках можно найти на нашем сайте. Пауки, которые живут у нас в доме, являются ядовитыми. Однако их яд настолько слаб, что не может причинить вред человеку. Кроме того, челюсти большинства домашних пауков очень маленькие, они с трудом могут прокусить кожу. Соответственно, считать пауков можно абсолютно безопасными. Довольно опасной является черная вдова и еще несколько видов, которые не обитают в домашних условиях. Видео «Убить паука» приметы Субтитры создавал DimaTorzok